Грозное слово «Анафема» слышал, наверное, любой даже невоцерковленный человек. Но что же оно означает? Это не проклятие, а констатация факта отделения кого-либо от православия, уклонение его от истины и предупреждения об этом окружающих. Провозглашаемая на чине торжества православия «Анафема» призвана напомнить о догматах веры и о том, что отклонение от них не сочетается со спасением души. О том, как чин торжества православия прошел в Краснодаре, рассказывают наши кубанские коллеги. Торжество православия – так называется праздник, отмечаемый в православных церквах в первое воскресенье Великого Поста. В главном храме Кубани чин торжества православия всегда возглавляет правящий архиерей, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Установлено празднование в Греции в середине IX века в честь победы над иконоборческой ересью. Инициатором явилась благочестивая царица Феодора. К XI веку сложился особый чин празднования этого события, в который вошли тексты, содержащие православные догматы, и провозглашалось торжество церкви над различными, не только иконоборческими ересями. Особое место в празднике занимает чин анафематствования. Глаголющим Бога не быть и дух, но плоть, или не быть его праведна, милосерда, премудра, всеведуща, и подобное хуление произносящим анафема. В течение последующих веков чин менялся, одни тексты из него изымались, другие вводились. В России чин появился в XIV веке и затем неоднократно обновлялся. В этот день, с тем, чтобы молитвенно отметить торжество веры, всегда стекается огромное количество людей. Так и сегодня Краснодарский Свято-Екатерининский собор полон народа Божьего, чающего воскресения мертвых и жизни будущего века. Субтитры создавал DimaTorzok